Новостей в студии Наталья Астафеева. Здравствуйте. Драка со стрельбой на Молдаванке. Одного из участников конфликта задержали за применение оружия и нанесение тяжких телесных повреждений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Конфликт между 37-летним мужчиной и двумя парнями возник возле Серединского сквера. Завязалась драка, мужчина вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. 16-летний парень получил перелом лобной кости и ранения в грудь, а старший – черепно-мозговую травму и ранения в спину. Злоумышленника разыскивали почти неделю. Всё это время он прятался в арендованных квартирах. Открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. На трассе Одесса-Рени перевернулся грузовик. Водитель погиб на месте аварии. Поздно вечером на трассе Одесса-Рени водитель грузовика ДАФ не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, а затем перевернулся. От полученных травм водитель 44-летний житель соседней страны погиб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе облполиции. В Украине не осталось оранжевых регионов. В желтой зоне находятся 16 областей, а в красной – 8. Но половина из них скоро могут её покинуть. Тем временем заболеваемость коронавирусом в стране немного возросла. За сутки – 9590 новых случаев и 355 смертей. В Одесской области положительные тесты получили 400 человек. 11 пациентов умерли от осложнений болезни. В соседней Польше в городе Катовице зафиксировали первый случай штамма «Омикрон». В Украине этот штамм может появиться уже на этой неделе, прогнозируют специалисты. Симптомы нового штамма отличаются от предыдущих вариантов инфекции. По словам учёных, у инфицированных наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенность носа, расстройство желудка и диарея. Уже точно известно, что «Омикрон» в 2-3 раза заразнее, чем «Дельта», а вот тяжесть его течения пока что изучается. В период коронавируса те, кто ещё не заключил декларацию с семейным врачом, поняли, насколько это важно. В то же время в одесских семьях, где подрастают дети, должны быть как минимум два семейных врача. Один для взрослых, второй – педиатр для детей, напоминают специалисты. В осенне-зимний период, как правило, дети начинают чаще болеть. А значит, необходимо обращаться к врачу. В период пандемии коронавируса о самолечении лучше забыть. И без заключённой с детским врачом декларации получить назначение или направление к узкому специалисту будет проблематично. Заключить декларацию для сына или дочери может один из родителей. Для этого нужно с собой иметь свидетельство о рождении ребёнка и его копию, а также паспорт матери или отца и его копию желательно тоже. Однако прежде чем идти к педиатру, родители должны сами заключить декларацию с семейным врачом, подчёркивает специалист. Декларация на ребёнка подвязывается к родительской декларации. Поэтому телефон должен быть актуальный и все данные должны быть актуальны. В то же время такая система существует не везде. На территории области семейный врач может наблюдать всю семью, как взрослых, так и детей, отметила педиатр. Такая система работает в области и также в амбулаториях семейного типа, возможно, там тоже один доктор может вести всю семью. Государственные поликлиники в городе устроены так, что есть отдельно взрослые, где принимают терапевт, семейный ликор. Отдельно детские, где принимают только педиатры. Бесплатное проведение целого ряда диагностических процедур, направление к узким специалистам, справки о состоянии здоровья. Всё это возможно только при наличии декларации с семейным врачом. Как для взрослых, так и для детей, напоминают эксперты. Два года пандемии вынудили множество людей смириться с ограничениями, но в то же время научиться пользоваться новыми возможностями. Неожиданную выгоду получили учёные. Организация и участие в международных конференциях, рассказала в студии программы тема дня декан природоохранного факультета Ангелина Чугай, стали доступнее и проще. Конференции проходят. Два тижня тому я была на конференции в Полтаве, в Национальном университете Полтавской политехнике. Ця конференция також проходила у смешаного режима. Вона мала міжнародный характер, міжнародный статус. Хочу отзначити, что представители из других стран были представлены очень широко. Это и страны Европейского Союза, и азиатские страны. И ось деякі из участников саме зазначали, что сегодня вот такий режим участки, возможности участки и в онлайн режиме, даёт науковцям смогу все ж таки встретиться, хоть и в онлайн режиме, обміняться результатами досліджень, обговорить результаты досліджень. Тобто, за таких умов науковая работа навіть покращилась? Я не могу сказать, что вона покращилась, але вона даёт змогу науковцям все ж таки обговорювати свои результаты досліджень. Тому що, ну звісно, якщо конференція і раніше була міжнародна, не всі мали змогу приїхати на конференцію. Лідером среди городов України по многим інфраструктурными соціальним направлениям остаётся столица. Об этом свидетельствую данные, обнародованные мэром Києва Виталием Кличко во время своего традиционного ежегодного отчёта о работе городских властей. Стратегические направления, на которых столичные власти концентрируют свои усилия, остаются неизменными. Обновление и развитие городского хозяйства, дорожной и социальной инфраструктуры, сфер ЖКХ и безопасности, обновление и создание парков и зону отдыха. И, конечно, особое внимание сферам образования и медицины. Например, за последние 7 лет финансирование сферы образования из бюджета Киева выросло в 5 раз – до 26 миллиардов гривен. Ортестов, лекарств, средств индивидуальной защиты. Ещё 1 миллиард 200 миллионов гривен направили из городского бюджета в этом году на доплаты медикам. Также Киев – лидер страны по уровню вакцинации населения от коронавируса. В столице постоянно работают 157 пунктов вакцинации, созданы и выездные бригады, и пункты в учреждениях и торговых центрах. В 6 тысяч лижек подготовлены, оснащены 88% этих подачек кисню. Аппарат в сущной вентиляции «Легень» в месте 500 – это наивысшая цифра в Украине. И 1700 концентраторов кисню. Мы надеемся, что это не понадобится, но тем не менее мы готовы к любому сценарию развития событий. Несмотря на стремительный рост цен на энергоносители, в Киеве в этом отопительном сезоне не увеличили тарифы для населения. Для этого из городского бюджета было выделено дополнительно 2 миллиарда гривен. В то же время в городе продолжается масштабная реконструкция старых теплосетей. Остаётся столицей и лидером по обновлению дорожной инфраструктуры. В этом году в Киеве отремонтировано ещё 198 объектов – улиц, мостов, путепроводов. Большинство объектов не видели капремонт по 30-40 лет. Ремонт дорог в столице не ограничивается только заменой асфальта. Делают всё комплексно, перекладывают коммуникации, устанавливают новое освещение и обустраивают новые тротуары. В столице идёт реконструкция парков и скверов, открываются обновлённые общественные пространства и туристические локации. Например, в этом году обновили территорию вокруг знаменитого памятника основателям Киева, который не ремонтировали с момента установки – 40 лет. Также в этом году реставрировали единственный в Украине театр оперетты. На этот объект тоже не пожалели денег. Воссоздали исторические интерьеры, но при этом оборудовали главную сцену самым современным оборудованием. И особое внимание сегодня в столице уделяют вопросам безопасности. Регулярные тренировки бригады местной территориальной обороны и набор резервистов. Причём пример подаёт руководство города. Также проверяют и готовят системы оповещения, укрытий и прочую инфраструктуру. До Нового года осталось совсем немного времени. Многие одесситы не представляют себе этот праздник без пышной наряженной ёлки. И хотя всё чаще люди отказываются от живого дерева в пользу искусственных аналогов для того, чтобы сохранить зелёное насаждение, всё же многие предпочитают пахнущие хвоей, срубленные ели или сосны. Но и в этом случае можно позаботиться о природе, покупать только те деревья, которые выращены специально для продажи. Как их отличить узнавали наши корреспонденты. В Одессе уже началась продажа ёлок. Исходя из опыта прошлых лет, не исключено, что обогатиться захотят и браконьеры, привезя для продажи хвойные деревья, вырубленные незаконно. В то время как для легальной продажи новогодние ёлки выращивают на специальных плантациях. В Одесской области их 11, говорит специалист. На данный час у нас есть 130 гектар плантаций новоречных ялинок, где росте 270 тысяч штук ялинок, а лишь придатні для реализации 55. Враховывая попит прошлых лет, за предноворечный период державными лісовосподарскими предприемствами реализуется близко 20 тысяч штук новоречных ялинок. В Одессу ёлки едут не только из районов области, но и из других городов Украины. Приезжают ялинки, судячи по рынкам, с Ивано-Франковской, Закарпатской области, тобто с таких больше ресурсов, даже с соседней Николаевской области. На хвойном дереве, которое продаётся легально, должен быть специальный чип или бумажная самоклейка. Причём обязательно на самом дереве, а не в отдельном пакете у продавца. «Всі ялинки, які реализовуються державными лісовосподарскими підприемствами, підлягають электронному обліку деревини. На каждой ялинке обовязково повинна бути вот такая вот бірочка, це самоклейка бумажна, також є пластмассові бірки стяжки, де є код і є відповідно номер. На каждой ялинке, яка легально реализовується, обовязково повинна бути вот такая вот бірка стяжки або самоклейка». Для того, чтобы проверить, законно ли вырублена ёлочка, которую вы собираетесь купить, можно скачать приложение «Ялынка» на свой мобильный телефон, ввести номер со штрих-кода, и приложение покажет вам, есть ли дерево в базе. Также можно узнать полную информацию о дереве, где оно было выращено, а также его породу. В среднем, говорят специалисты, законно вырубленная ёлка высотой полтора метра стоит от 150 до 200 гривен. Пока одесситы наряжают к Новому году свои дома и квартиры, и в городе тоже полным ходом идет подготовка к праздникам. Главная новогодняя красавица уже радует горожан на Дерибасовской. На Думской площади искусственную ёлку обещают установить в пятницу. На этот раз все украшения будут соответствовать морской тематике. Подробнее о процессе украшения города и новшествах нынешнего года нашим корреспондентам рассказал директор коммунального предприятия «Одесса Горсвет» Александр Прокопец. В День Святого Николая на Думской площади официально откроют главную ёлку города. В этом году она будет украшена светящимися гирляндами в морском стиле. Кроме того, иллюминация с изображениями морских обитателей будет украшать здание мэрии. Колонны украшаются сейчас, две бригады украшают колонны в виде волн. Это волны, вот такие вот волны. Здесь разноцветные будут использованы гирлянды и в виде волн оно будет сделано. Вверху будут морские звезды, разные персонажи по коньку здания. Очень красиво будет. Ещё одну декоративную ёлку планируют установить на Приморском бульваре в противоположном конце Думской площади, рассказывает Александр Прокопец. Новая, интересная. Она из лыж, но будут другие фигурки возле неё уже стоять. Будет украшена Потёмкинская лестница, украшена уже улица Пушкинская над пешеходной частью, отремонтировано освещение, подсветка всех деревьев по Приморскому бульвару. Закончим завтра, наверное, уже ремонтировать на Дерибасовской подсветку деревьев. Что касается новшеств, то в этом году новогодние гирлянды появились ещё и на Соборной площади. Уже украшены порядка 20 деревьев на Соборке, подключены, можно вечером пойти посмотреть. Людям нравится, обычно на Соборку вечером не особо то и ходили, а теперь вот вчера ездил, видел, много людей смотрят, ходят. Будет украшена улица Решильевская, по улице Решильевской будут такие большие перья, светящийся с опор, как бы свисать над проезжей частью. Интересное такое решение. Также совсем скоро в городе появятся фотозоны в виде светящихся животных. Часть из них – это совершенно новые фигуры, а некоторые обновленные прошлогодние декорации, добавил Александр Прокопец. Традиционно мы украсим животными, светящимися Стамбульский парк. Традиционно будет украшен горсад. Будут стоять новые инсталляции и на Дерибасовской, и на Думской площади, и на площади возле Дюка. Совершенно новые, в морском стиле. В этом году руководство города одобрило украшение и здание. Вы сейчас видите за моей спиной, как оно украшается. И площади одной, и другой в морском стиле. Такого еще у нас не было ни разу. Это будет первый такой случай. Сейчас в работах по украшению города праздничной иллюминации задействованы более 70 человек. Завершить все работы обещают на следующей неделе. А радовать одесситов новогодние огни будут до 20 января. Специалисты настоятельно просят отнестись ко всем декорациям бережно, не пытаться демонтировать их или сломать. Выхватила у прохожего, телефон избежала. В центре города задержали грабительницу-гастролершу. Поздним вечером возле одного из развлекательных заведений на Малой Арнаутской женщина выхватила из кармана прохожего мобильный телефон. А когда тот попросил вернуть его, скрылась в темноте. Через несколько дней полицейские установили личность и задержали женщину-грабителя. Ею оказалась 33-летняя жительница Кировоградской области. Она призналась, что смартфон уже успела продать. Открыто уголовное производство. Злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы. В Одесском училище обвалился потолок. Пострадал 17-летний студент. Парень получил травму головы и ушиб позвоночника. Его госпитализировали. Несчастный случай произошел в здании Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса на улице Пушкинской. По факту случившегося открыто уголовное производство проводится досудебное расследование, сообщили в пресс-службе ГУНП. Томный взгляд партнеров, буря эмоций и близость тел. Импульсивный танец заставляет сердца зрителей биться учащенно. В декабре отмечают Международный день танго в честь дня рождения истинного короля этого танца – аргентинца Карлоса Гарделя. История танца полна интересных фактов и секретов. Чем же удивительно танго узнавали наши корреспонденты. Четкий ритм, резкие повороты, невидимые искры между партнерами – все это составляющее страстного танго. Профессионалы рассказывают, сегодня этот танец представлен двумя видами – аргентинское и спортивное танго. В начале были определенные танцы, как традиции на балах. Либо это были какие-то танцы, такие как венский вальс, мы его знаем. То есть это был просто вальс, который взял свои корни в Вене, на балах, все танцевали их. И постепенно англичане собрали все танцы и разделили их на два вида – на европейскую программу и на латиноамериканскую программу. Первые танго танцевали люди из бедных слоев населения. Среди них были и эмигранты, которые проживали в портовых кварталах и на окраинах города. В конце 19 века, в начале 20-го появляется танго в Южной Америке, в припортовых городах. Танцуют его люди абсолютно с разных этнических групп, там, приезжие, там, азиаты, европейцы, местные коренные жители Южной Америки и даже индейцы. В совокупности вот сложилось, сложились вот эти всякие представители с разных культур, с разных традиций, там, вот танцев, проявления вот этого всего. Оно сложилось и вот появилось танго вот именно отсюда. Изначально танго исполняли исключительно мужчины. Преимущественно его танцевали в основном только мужчины. Почему? Потому что при портовых городах женщин не было. Ну, практически. Их в основном, как бы это странно не звучало, их танцевали в основном в публичных домах. Мужчины это делали для того, чтобы, ну, как-то заинтересовать женщин, которых, ну, было мало. И вот, ну, поэтому бытовало мнение, что его танцуют вообще только мужчины. Ну, со временем его привезли в Европу, а там оно уже взяло свое развитие. После того, как был принят закон о всеобщем избирательном праве, который уравнял бедных и богатых, танго начало завоевывать весь мир. В частности, танго стала одним из любимых танцев парижан. В Европе первые открыватели это были парижане, то есть в Париж привезли танго, и это сразу понравилось всем, и они дальше начали распространять, распространять, и как это потом так пришло, что вот из аргентинского танго перешло танго вот в бальное. С появлением женщины в танго танец приобрел более страстный и эмоциональный характер. В стандартной программе мальчик, он мужчина, он приглашает женщину танцевать, то есть вальс, танго, такие танцы. А вот в латиноамериканской программе женщина завлекает мальчика, то есть поэтому аргентинское танго больше как поставленное на мужчину, но там красота женщины показывается. Чтобы подчеркнуть уникальность танго, танцоры создают определенные образы. Традиционный женский костюм состоит из узкого длинного платья, а мужчины придерживаются классического стиля. Фрак, рубашка и гладко причесанные волосы, на голове шляпа с узкими полями. Обязательно должны быть собранные волосы, получается. Мы не меняем цвет кожи, это вот обычный наш цвет кожи. Длинное платье обязательно, как бы для всех европейских танцев длинное платье. Ну ничего такого, чтобы отличало танго от других там стандартных танцев нет. Профессиональные танцоры рассказывают, для того, чтобы танцевать танго, возраст не имеет значения. Пусть наше тело не настолько будет активно, возможности нашего тела будут уже не такие, как в молодости, но я знаю точно, что когда я смотрю, когда люди приходят на определенные мероприятия в Англии, в Европе и так далее, и танцуют люди, которым около 70 лет и старше, вы знаете, ты не обращаешь внимания то, какие движения они танцуют. Ты обращаешь внимание на то, какие эмоции, какое состояние они вкладывают в это движение. И ты понимаешь, что вот это, наверное, и есть пик. В настоящее время популярность танца не угасает. Сегодня танго заслужила любовь миллионных почитателей по всему миру. А спустя десятилетия этот танец нашел свое место не только в обычной жизни, но и в программе соревнований. Отчаянная попытка противостоять кризису чтения. В Украине с 13 по 19 декабря проходит национальная инициатива неделя чтения, призванная вернуть внимание аудитории к литературе. В рамках акции ряд мероприятий подготовили и в Одесской национальной научной библиотеке. На уютном открытии тематической недели побывала и наша съемочная группа. Национальная неделя чтения – инициатива, нацеленная на молодое поколение украинцев. На сегодняшний день дети, подростки и молодежь мало увлечены литературой, говорят инициаторы акции. Никто не будет приховывать. Есть и существует и уноченна кризис читания. Мы понимаем, что есть молодое поколение, которое не научилось отрабатывать удовольствие от читания. И мы должны искать формы, методы, новые заходы, чтобы помочь понять, насколько оно является важным, понять, как взрослым, и тем самым немного поселить интеллектуальный развитие общества. Акция в Украине проходит впервые. В Одесской научной библиотеке ее открыли вечеринкой книголюбов. Мероприятие прошло в уютном полумраке главного читального зала старинной библиотеки. Музыкальное оформление создали студенты и аспиранты Одесской музыкальной академии имени Неждановой. Гвоздем программы стала Виталия Бабущак, украинская писательница и поэтесса. В последние 5-10 лет медиакультура очень активно вытесняет культуру читания, музейную культуру, библиотечную культуру. И нам стает дедалее сложнее найти свою историю. В данном случае речь идет о том, что мы больше возвращаемся к телевидению, к телепередач, к кино и меньше до читания. Виталия поделилась со слушателями своими литературными рекомендациями, провела несколько интерактивов и прочла некоторые из своих произведений. слоган акции «Неделя чтения» «Найди свою книгу». В этом одесситам готовы помочь сотрудники библиотеки. Специально для мероприятия они подготовили экспозицию современных украинских изданий, новинки последних лет и тематические подборки. на работе, так и для друзей и членов семьи. Подарком к любому празднику может стать поход в театр, встреча с искусством. Особенно для маленьких зрителей, которые получают возможность погружаться в атмосферу сказки. В преддверии Дня Святого Николая Одесский Академический Украинский музыкально-драматический театр имени Васылька подготовил для маленьких одесситов новый детский спектакль, а также не оставил без внимания и взрослых театралов. Нас ждет целая череда зимних праздников, а значит есть время сделать подарок себе, детям, близким людям и пригласить их в театр. Украинский театр имени Васылька ждет и маленьких зрителей, и взрослых любителей театрального искусства. Ведь за время карантина далеко не каждый смог попасть на премьеру или полюбившийся репертуарный спектакль. За последние полтора года мы сделали много премьер, это вечера в Сан-Лисе, которую мы недостаточно показывали, но мы можем сказать, что практически уже за два года, потому что и выставу «Клуб самотних сердец» одессит, и тоже не видели. Это «Собачье сердце», это «Демоны», это «Приречені танцювати» наша чудовая музичная, филистичная выстава, мы ее будем презентовать уже после Нового года. Это «Золотая теля», которая наша остальная премьера, это выстава «Виродок», это «Сердце навпіл», яка уже, хотя мы не много ее играли, но эта выстава очень любила одесситам, это выстава «За один день до конца света», нам есть что показывать. А в ближайшие дни в театре ждут маленьких одесситов. 17, 18 и 19 грудня мы ждем наших маленьких одесситов на премьеру выставы «Пепи». Это не новоречная выстава, это выстава, которая выйдет до репертуару театру, но это новая, я верю, что это выйдет качественно, это будет музыка, пластичная история. Мне кажется, что это будет наш подарок на Миколая нашим дяточкам-одесситам. Думаю, что будет приятный такой подарок от нашего театра. После премьерных показов этот спектакль войдет в репертуар. В театре с нетерпением ждут одесситов и гостей города и напоминают, что карантинные ограничения никто не отменял. До театра мы пускаем только при наявности ковид-сертификата, проверяем на входе. Это не относится детей до 18-ти лет, так как это должно быть за законом. Это у нас ковидная рассадка в театре, как и вымагает от нас закон, но мы уже работаем. И в завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Для взрослых один семейный врач, для ребенка другой. Специалисты напоминают, чтобы заключить декларацию для ребенка, необходимо прийти в детскую поликлинику. Для этого нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и его копию, а также паспорт матери или отца и его копию, желательно тоже. Начался сезон продажи елок. Чтобы не наполнять карманы браконьеров, стоит знать, что должно быть на елке, которая вырублена легально. Вскоре на Думской площади установят елку, а вокруг нее поселят морских обитателей. Морская тематика будет присутствовать в украшении города к Новому году. Традиционно мы украсим животными, светящимися Стамбульский парк. Традиционно будет украшен горсад. Будут стоять новые инсталляции и на Дерибасовской, и на Думской площади, и на площади возле Дюка. Совершенно новые в морском стиле. В этом году руководство города одобрило украшение и здание. Вы сейчас видите за моей спиной, как оно украшается и площади одной и другой в морском стиле. Такого еще у нас не было ни разу. Это будет первый такой случай. Международный день танго отмечают в декабре поклонники этого танца. История его весьма интересна, рассказывают профессионалы. В стандартной программе мальчик, он мужчина, он приглашает женщину танцевать. То есть вальс, танго, такие танцы. А вот в латиноамериканской программе женщина завлекает мальчика. То есть, поэтому аргентинская танго больше как поставлена на мужчину, но там красота женщины показывается. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами.